Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Елена. И подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А сегодня у нас с вами большой книжный обзор. Ух! Вот такой вот у меня стопочка. И обзор у нас будет за 4 месяца. С октября по январь включительно. Начать хочу с вот этой книги. Я о ней говорила в своем видеотрансляции. И не знала делать на нее обзор или нет. Потому что читала я ее больше 2 месяцев. Это для меня очень странно. И даже не знаю, нестандартно. В общем, Тейр Ричмонд по ее следам. Очень тяжело далась мне эта книга. В каком-то психологическом смысле. То есть где-то, наверное, половина книги она читалась очень медленно и нудно. И мне не хотелось ее дочитывать. Но надо было. Потому что я не люблю бросать книги. Даже если она мне не нравится, я все равно ее дочитаю. Но как-то вот с этой книгой было тяжело. И настолько она мне была неприятна, что я старалась откладывать чтение ее. То есть я пропускала дни, чтобы только ее не читать. Чтобы мозг как-то освободился. Очень тяжело для меня было читать ее. Но где-то, когда я перешагнула середину книги, я поняла, почему тяжело. Дальше пошло легче. То есть я даже с упоением начала интересоваться, что же там дальше. Чем все дело кончится. А тяжело было из-за того, что героиня главная чем-то мне саму меня напомнила. То есть вот у нее такая жизнь сложная была. Что прям вот я увидела себя в этом. Очень много каких-то перекрестных моментов было, которые прям вот напоминали меня. Мою жизнь, мое какое-то окружение. То, как люди ко мне относятся или относились. И мне, наверное, было тяжело понять, что действительно такое есть в моей жизни. И что с этим надо как-то свыкнуться. И вот когда я наконец с этим свыкнулась, я смогла дочитать книгу. Но если в плане самой книги, самого детектива, то он очень нудный. Совершенно вначале неинтересный. Это где-то три четверти книги. Там просто какая-то нудятина. Переливание из пустого в порожнее. Какая-то информация совершенно ненужная. Самого расследования там как такового я не почувствовала. Вот, да, собственно, и убийство, оно какое-то было, ну, очень странное. Не похожее на убийство. Вот. Но концовка меня порадовала. Концовка вообще неожиданная. И когда я уже думала, что все, я знаю, кто убийца. Оказалось, нет. Оказалось, убийца совсем другой человек. И в конце я даже всплакнула, потому что там такая была сцена очень откровенная, нежная. И мне стало жалко вот этого человека, который оказался убийцей. Как-то очень это все такое вот на чувствах. Вот. Но посоветовать к чтению не могу, потому что она была для меня скучная. Но если вы любите такие вот детективы, где много, как назвать, это не расследование, но много вот этих вот таких моментов, где собирают информацию, разговаривают с людьми, какие-то, в общем, делают заметки, вот какое-то такое, то, наверное, да, вам будет интересно. И конец вас порадует. Ну, в плане какого-то завернутого сюжета, не могу посоветовать. Как вы уже поняли, книга скучная. Так, дальше у нас идет потрясающая книга Криса Картера «Распинатель». Она у меня очень долго лежала в корзине, в лабиринте. Кстати, все ссылочки на книги будут под видео, так что проходите, знакомьтесь и приобретайте, если что-то понравится из моего рассказа. Вот, и она очень долго лежала у меня в корзине, я все думала, купить или не купить. Читала отзывы, вот отзывы разные совершенно, кому-то понравилось, кому-то нет. В большинстве отзывов были отрицательные отзывы, но, не знаю, меня привлекла обложка и описание, и я не зря ее взяла. Это очень классная книга. Я бы не сказала, что это, ну да, это детектив, но это такой детектив-триллер. То есть, если помните, кто смотрел фильм «Пила», вот чем-то напоминает, только в книжном варианте. В общем-то, для тех, кто любит, ну, прямо скажу, для тех, кто любит кровь, расчлененку, месиво, маньяков, жертв, которые постоянно визжат и недовольны чем-то, вот эта книга для вас. Вот, мне очень понравилась. Я не знаю, вот у него есть еще одна книга, я знаю, я тоже ее хочу заказать, но пока цена на нее высокая. Вот, хочу вторую тоже прочитать. Мне понравился стиль, всю, на протяжении всей книги тебя держат в напряжении, при этом тебе не дает расслабиться, тебе интересен процесс, тебе интересно, что будет дальше. От нее невозможно оторваться, я ее прочитала дня за два или три. Вот, и, ну, прям вот очень классная книга. Ну, то есть, если вы нормально относитесь к каким-то таким моментам с расчлененкой, с, ну, какими-то такими вот откровенно кровавыми сценами, то книга вам вполне подойдет. Мне очень понравилась, советую. Вот, дальше была у меня вот такая вот книженция, мне ее дал друг. Это Олег Волховский, Маркиз и Жустина. Порочная книга для взрослых. Называется «О святости садистов и духовности мазохистов». Да, я тоже о ней упоминала в видеотрансляции. Ну, что могу сказать? Мне ее посоветовали, да, ну, с точки зрения тематики садомазохизма. Ну, я бы сказала, что эта книга чуть-чуть с детективным налетом. Все-таки там присутствует и убийство, и расследование. Вот, но в итоге я таки и не поняла, кто виноват в смерти главной героини. Но сам процесс вот этого расследования мне понравился. И здесь очень интересно. Автор рассказывает именно о культуре БДСМ. То есть, ну, здесь откровенных таких вот прям сцен. Я бы не сказала, что тут много откровенности какой-то. Но здесь присутствует терминология специфическая, да. То есть, есть какие-то такие слова, фразы, которые понимать должен только человек, который в этом вертится. Вот. Но интересно почитать про вот эту культуру. То есть, это не совсем то, что мы себе представляем. Это абсолютно не то, что мы себе представляем в плане БДСМ. И вот, в принципе, как такое, как сказать, прыжок в историю, да, в предысторию. Это, в принципе, интересная книга с детективным налетом. Так что, если кому-то интересно, в принципе, советую ознакомиться. Потому что особой откровенности здесь нету. Но в плане, если интересно познакомиться с культурой, узнать вообще на самом деле, что это такое, то советую почитать. А так, если не интересно, то, наверное, не стоит себе портить голову лишней информации. Так, следующая книга была вот эта. Вот. Это у нас Мэтт Хейк. «Влюбиться в жизнь». Я думала, что это что-то типа пособия по тому, как выжить в реальном мире, да, после того, как тебя уничтожила практически депрессия. На самом деле, нет. Это биография, биография автора. То, как он это прожил, пережил. У него на это ушел довольно большой срок, по-моему, 8 или 9 лет он этим занимался здесь. И были разные периоды, вплоть до того, что были мысли суицидальной наклонности. Но у него были рядом люди, которые его поддерживали и помогали. Вот, к сожалению, я здесь не нашла информации, когда тебя некому поддерживать, что с этим делать. Но, в принципе, книга такая, как ознакомиться с кусочком жизни другого человека, да, когда у него был тяжелый период, и как вот он этот период пережил. Это, в принципе, мне понравилось в этом плане книга. В плане каких-то советов, ну, кое-что там было дельное. Кое-что, скажем, две трети я уже знала, что так надо делать. Одну треть, да, я что-то узнала новое. В принципе, в голове особо не отложилось. Ну, может быть, я еще загляну пару раз в нее и какой-то для себя вывод сделаю. Может быть, пометки какие-то. И вот я здесь заложила, совсем забыла, что заложила. Только забыла, чего. Так, сейчас. Поехали.